В основу которой входит метод ленинградского ученого Геннадия Ильичко направлен на то, чтобы не на то, чтобы бросить пить и курить, а чтобы срыв стал невозможным. И для этого необходимо знать, с какой проблемой мы столкнулись. Пока неизвестно, что такое грипп, избавиться от него невозможно в принципе. Пока неизвестно, что такое наркомания, избавиться невозможно. Для этого нужно выучить наизусть. Чтобы сварить суп, нужно знать, на чем он варится. Согласны? И последовательность важна. Все то же самое здесь. Как стихотворение учить не обязательно, нужно запомнить пять слов. Страдание, запрограммированность, привычка, потребность, поглощение. В принципе, вот этого даже достаточно. Все, отлично. Затем мы говорили... О чем еще мы говорили? Это мы говорили... Про... Про... Мы выяснили, сначала это первое открытие. Первое открытие, Геннадий, что такое. Он открыл фундамент наркотической зависимости, который закладывается с детства, внимание, формируется всю жизнь у всех людей, которые живут в нетрезвом обществе. И затем на него уже устраиваются остальные детали. Первое открытие, это запрограммированность. Значит, избавляться от наркомании... Избавляясь от наркомании, внимание должно быть на чем? Главный удар должен быть... По запрограммированности. Для того, чтобы избавиться от запрограммированности, что нужно делать? Писать дневник переснан. Писать дневник переснан. Поднимите руку, кто вчера писал дневник переснан. Ты что написал? Нет, я в лоб. Понял. А ты что? Смол? Ну, давай вы сейчас. Значит, дневник это центральная вещь. То есть, смотрите, если я не веду дневник, то я уже проиграл. Вот такая вещь. Я считаю, что мне повезло, что я, придя на программу, начал это писать. Причем с этой темой я был знаком давно. Я в начале 90-х годов пришел на спецкурс. Жестанову Владимиру Георгиевичу это 92-й или 3-й год. Я еще не употреблял героин. Уже был алкогольником. Я пришел на курс. Причем курс был платный. Я из любопытства пришел. Такие вещи мне всегда нравились. Значит, что-то новое узнавать. Я пришел на его курс, проходил 10 дней. Начал писать дневники. 10 дневников я написал. И что удивительно, я понял, что они работают. Если вспомнить, что там было. Значит, я заказал партию на свая. Давно-давно. До курса. И прямо перед курсом мне присылали из Джекистана свежие на свай. Я, ходя на курсы к Жданову, начал употреблять на свай. И как мне показалось, я бросил курить. Я на них вырезаю. Все. Ну, только на свай закидал. А потом на свай кончился. И я понял, что я... Что-то не хватает. И я прямо ночью побежал за насваем, его не нашел. И я вернулся к табаку. Вот. Значит... Вот тот опыт написания дневников, он остался нам. То, что это дневники, что они действуют. То есть 10 дневников я не от наркомании писал. Я... Ну, в каком параметре я проследил? Я в дневнике писал, что я просыпаюсь там в 5.45. Я просыпался в 5.45. И для меня это так удивило меня, потому что для меня проснуться в 5.45, это тяжело. А здесь вот даже на таком уровне дневник срабатывал. И поэтому, когда я первый раз пришел, значит, уже с героиновой темой к Долгату Шайхулину, когда он произнес, причем я к нему пришел в плохом состоянии, я перекумаривал, и на кумарях ел феназепан. Ну, вот задние штук 15 я съедал, наверное. То есть я к нему пришел, у меня голова вообще не какущая. И единственное, что из 40-минутной беседы я запомнил, это метр Шишко. И этому я обрадовался, потому что я был знаком с дневниковой вот этой вот записью. И все, вот так вот я начал писать дневники. И сегодня я 18-й год трезвый. Причем, смотрите, какая разница, я и до этого же трезвел. Я кодировался, гипнотизировался. Причем кодировку я удерживал от алкоголя. Но всегда раньше, когда я не пил и не курил, ну не курил, у меня больше чем на полдня, я говорю, не хватало. Единственное, я не курил 7 дней, когда у меня было воспаление легких. Я просто не мог курить. Вот как только оно прошло, я закурил, причем тополейные листья, потому что табака не было, горбачевские времена были. И возвращаясь, значит, к дневнику и к нашему методу. Были эпизоды в жизни, когда я не пил и не курил, но я всегда в это время, пока не пил и не курил, я знал, что когда-нибудь я это сделаю. Я не то чтобы стремился во время кодировки, я на год кодировался, не пил 14 месяцев. Я был, в общем-то, рад. Правда, я курил траву стакана. Но я считал, что это езвый. Я не стремился выпить, но знал, что когда-нибудь я выпью. А вот сейчас я не употребляю алкоголь, табак и другие наркотики. Уже 18-й год, и я не понимаю, как это можно делать. То есть у меня 20 лет стаж курения, но я не могу понять, как можно курить сейчас. Такой эффект дает наша программа, если по ней работать, что срыв становится невозможным. И еще какое-то впечатление, которое создается, ощущение ярко выраженное, то, что я этого никогда не делал. И сделать не смогу. Может быть, тем, кто недавно употреблял наркотики, это не совсем понятно. Поэтому попробую проиллюстрировать. Наркотики принимают очень часто в каких ситуациях? Ну, кроме получения удовлетворения всевозможного, при стрессах. То есть у проста лица. Когда-либо все плохо, когда-либо все хорошо. Да-да-да. Ну, возьмем, когда все плохо. Вот когда все плохо, вот вы не пробовали никогда, чтобы вам было понятное ощущение, когда вы потом его встретите, чтобы вы поняли, что это оно. Вы не пробовали никогда с пола слизывать пыль. А если у вас не возникает, у вас же... Кстати, британские ученые доказали, что это полезно, если это чуть-чуть расслабляет, снимает стресс. Не возникает желания? Нет. Нет? А если у вас умрут родственники, вы сможете это делать? Зачем? Может, раз, снимаем? Слово пыль связывает? Да нет, британские. То есть, вот смотрите, у вас сейчас желание не возникает, вы себя не держите, чтобы не начали это делать? Нет? То есть, вообще, как бы, к уму непостижимый человек предлагает. Вот точно такое же ощущение будет и к наркотикам. То есть, смотрите, есть период жизни, до программы, когда я без наркотиков, жизнь не представляет. И даже если они нанесли мне огромный вред, и я их не употребляю, потому что я закодировался, я все равно знаю, что когда-нибудь я это сделаю. Когда-нибудь. Я не планирую, мне хорошо трезво, но когда-нибудь я употреблю. А сейчас, вот такое состояние, я не смогу этого сделать, даже если умрут все родственники сразу. Как вы, не слизываете порты, из пола пыли, и я этого тоже не беру. Смог, нет? Передайте. Ощущение. Ну, да, че-е-е. Еще и дошам упался. Итак, начали. Изменение привычек. Как пишет Эйнштейн, может быть захватывающим. То есть, смотрите, здесь два варианта в работе над собой, в избавлении от вредных привычек. Существует два варианта. Это может захватывать человека, то есть быть приятным, как пишет приключение Эйнштейн. Либо второй вариант, это в чем вы у меня последнюю радость отбираете. То есть, вот в этой работе очень важно правильно себя настроить, и от этого настроек будет зависеть качество. Но настрой зависит все-таки от самого человека. Спасибо.